Приветствую вас. Ситуация, которую вы описываете, достаточно серьезная, и я не думаю, если честно, что она сама по себе пройдет. Потому что совершенно очевидно, что такие ваши проблемы, они были и до этой ситуации в целом, они были и до того, как началась вся эта история с завалом на работе, и т.д. и т.п. Вот, то есть у вас уже были признаки определенной жертвенности, как мне кажется, у вас уже были определенные потребности во внимании, как мне кажется, и даже, наверное, потребность в любви, потому что написали вы достаточно много, ну, именно вот, текста, именно вот, информации вы дали достаточно много, правда, эта информация не имеет никакого отношения к лично вам и лично вашим чувствам, и лично вашей субъективной стороне. Но, тем не менее, все же здесь, мне кажется, и кроется основная причина, почему само это не пройдет. Вот. Значит, давайте по факту. Давайте по факту. Вы берете на себя большое количество работы, вы берете на себя чрезмерное количество дел, даже если эти дела к вам прямого отношения не имеют. Вы позволяете своему мужчине, своему парню вас эксплуатировать, вас использовать, вот, потому что история с собакой, значит, ну, это говорит о том, что вы позволяете людям использовать себя, вот. И, соответственно, мне кажется, что здесь вопрос личной ответственности, вопрос ограничения себя от других людей, вот. Мне кажется, что это ваша основная проблема, потому что, ну, нужно, нужно вам все-таки, все-таки личные границы иметь, да? То есть, никто не имеет права взваливать на вас больше работы, чем изначально было написано в вашем трудовом, например. В компракте. И мне кажется, что именно от неумения сказать «нет» людям, другие, вот. Вот. Ага. 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 Является ключевой ключевой ваши особенности. В следствии этого, вы, вероятно, чувствуете, например, постоянную несвободу. вследствие этого вы, вероятно, ощущаете себя не принадлежащей себе, вот, и отсюда, соответственно, страх. Понимаете? Вот, в принципе, основные причины, по которым у вас возникает вот эта вот история. Понимаете? Учиться говорить нет, а отстаивать свои личные границы, определять их самостоятельно, удовлетворять свои желания, например. Например, ну вот, например, то, ради чего вы, к примеру, дербели все от своего молодого человека, почему вы не бросили его, почему вы, не знаю, не отказали ему, вот, в том, что он на вас наваливал. То есть, это вот все вещи нужно разбирать. И вот где-то там, где-то там, вот где-то в наших формах реализации своих желаний, и лежит ответ на вопрос о том, значит, что это за приступ и как от них освободиться. То есть, что такое приступ? Да, что такое приступ? Что такое страх? Зрак это, с одной стороны, мистическое представление, да, то есть, это просто мистическое представление о том, чего нет. Вот, здесь вам не хватает, конечно, может быть, с одной стороны, рационализации. С другой стороны, драк это четко, это четко очерченное, подавляемое желание, которое вы не реализуете, к сожалению. Ну, по ряду причин, да, я не знаю, конечно, что конкретно, но какое конкретное желание вы пытаетесь удовлетворить через данную модель поведения. Вот. Но я полагаю, что вот так. Вот и все. И, соответственно, если с вами в этом направлении работать, если с вами в этом направлении заниматься, то вполне возможен прогресс, вполне возможны будут результаты, вполне возможно вы освободитесь от своих страхов. Другое дело, что для этого придется изменить свою жизнь. Вот. Для этого придется брать ответственность за нее. за свою жизнь. А это не всегда позитивно будет восприниматься людьми, в которых рядом с вами. Вот. Я имею ввиду, например, вашим молодым человеком. Это не всегда будет восприниматься позитивно, потому что вы отказываетесь что-то делать. Вот. И всегда это позитивно будет восприниматься и на работе, если вы перестанете делать какие-то вещи, которые до этого делали. Вот. Так что, здесь, конечно, есть определенная цена. Здесь есть определенная цена, определенная цена вопроса. И если вы не готовы к этому, или не хотите делать что-то из этого, или считаете, что делать этого не нужно, то, боюсь, в таком случае результата на самом деле скорее не будет, чем будет. Вот. Потому что без изменений своего поведения, без изменений своего отношения к себе и к другим, я думаю, что никакого эффекта, вот, никакого эффекта не будет. Вот. И, соответственно, все останется так же. Вот. Панические атаки ваши, они, может быть, и как-то вот будут меньше, да, но они не уйдут. Потому что подсознание ваше через них, через приступы пытается вам донести то, что вы делаете неверно, то, что вы делаете неправильно, что-то вам нужно поменять по сути. Вот. И от того, готовы ли вы менять свою жертвенную модель поведения, вот, а сейчас вы, к сожалению, вот именно, что жертва, вот, зависит на самом деле очень много. Да? Если готовы, то я более чем уверен, что у вас есть шанс стать счастливой, есть шанс жить полной жизнью и наслаждаться. Но я не уверен, что вы будете со своим молодым человеком, с которым вы сейчас вместе. Вот. И я не уверен, что вы будете работать на той же работе, на которой вы работаете сейчас. По факту. Вот. Вот примерно так, примерно так, можно вам ответить на ваш вопрос. Я думаю, что подобная история, история некой такой жертвенности у вас возникла еще в детстве, скорее всего. Вот. И в детстве вы привыкли брать на себя чересчур большое количество ответственности. И, соответственно, боитесь сказать нет, потому что, ну, либо следитесь, либо боитесь одиночества. Как правило, люди боятся одиночества. Как правило. Не говорю, что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ но вы боитесь одиночества, вот, но, как правило, как правило, это так. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что вы сделали, либо сделаете, либо сделали для себя выводы, вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.